Ярослав, не перебивайте. Тему фундаментальной науки Андрей Петрович аккуратно не озвучивает и приводит обоснования. Не обучены, не обучены. Мы, военные разведчики, обучены другому. А про прорывные технологии мы об этом не моем. Значит, проект «Глобальная волна» 10 лет на своей эмблеме имеет название «Прорывные технологии». Сейчас про кайрус будем немножко говорить. В школе здравого смысла я, наверное, посещаю лет 5, наверное, да? Счастливые 5 лет. После этого что-то в обществе переменится. Ну вот наступило 1 марта 2018 года. Из четырех слов, которые на эмблеме глобальной волны, глобальная волна, прорывные технологии, президент использовал три. Глобальная волна была изменена на технологическую волну, а прорывные технологии он так использовал. Прорывные технологии. Новые физические принципы. Вы думаете, в обществе кто-то почесался? Нет, абсолютно. У общества, как говорит Андрей Петрович Девятов, нету пазлов. Или как выступал оратор, нету в обществе пазлов. Путину начали вменять и критиковать, что мультики не те показал, не так про ядерные двигатели рассказал, да и вообще пугает планету оружие. И не нашлось ни одного комментатора в статусе председателя Государственного Дума или представителя Совета Федерации. Может быть губернатор какой-то, может журналист. Есть. Ежегодно выпускаются тысяч, десятки тысяч специалистов. Вы где-нибудь слышали прорывные технологии? Нет, не слышали. Кроме выступлений Путин, мы больше нигде этого не слышали. Почему это шкурит здравосмысла от тебя все время слушают? А что на практике? Просто теория одно, как центр покоряет север и так далее, это понятно. Но на сегодняшний день мы должны предъявить миру, как мы сами пользуемся достижениями. Советский Союз был развален для того, чтобы разорвать преемственность поколений. Потому что есть люди, которые работали в Советском Союзе. Советский Союз это уникальная формация, где можно было консолидированный бюджет страны волевым, целевым образом направлять на фундаментальные исследования. Общество, оказывается, вообще не разбирается, что такое фундаментальные исследования. Потому что с точки зрения практицизма у фундаментальных исследований практики нет никакой. Потому что результатами исследований смогут воспользоваться, ну может быть, внуки. Фундаментальные исследования всегда только финансировались военно-промышленным комплексом. И общество в этом абсолютно не разбирается. Приведу пример, чтобы было понятно, чтобы от разговоров, конкретика. Произошел пожар, погибли люди. Почему? Потому что используются примитивные методы борьбы с пожаром. То, что использовали тысячу лет тому назад, мы сегодня в 21 веке это используем. Мы заливаем огонь водой. Много лет, десятков лет существует понимание, что огонь это плазма, плазменное состояние. Вопрос там все, в плане не подключено, и в бартаке ничего не работало. Огонь это плазменное состояние. И изменяя параметры электрической среды, можно сбить пламя и понизить температуру в очередной пожаре. Не надо спорить, я говорю то, что это исследовано. Я говорю, мы... У меня не наболело. Я просто, когда смотрю и понимаю абсолютную некомпетентность общества, и пользуюсь площадкой школы здравого смысла, большое спасибо, что предоставили, вставляю всего 5 копеек. Потому что есть поддержка со стороны Андрея Петровича, Александра Горуныча. Нужно создавать техинтерн. Почему? Почему? Потому что если мы упустим сейчас возможность и не создадим преемственность поколений, приходящие поколения, не имеющие опыт работы в междисциплинарных областях, с неограниченным бюджетом на военно-промышленный комплекс, ничего не создадут. Мы с вами превратимся в планету обезьян, где существуют только торговые центры, где нас сжигают по примитивным технологиям. Поэтому предложение какое? Инициировать, смотрел школу здравого смысла как раз, чем полезно смотреть школу здравого смысла? Выходят докладчики и говорят, языком горлопанить и так далее, это дело хорошее. Но нужно заниматься законотворческой деятельностью. Это про однополый брак, это не работает, завтра закон кто-то примет, ты все получишь, что ли? Да черт, ну что ты говоришь? Дайте, договорить, дать, ну постойте, ну он же, ну дать, ну соблюдайте культуру дискуссий, друзья мои, ну пожалуйста, заканчивайте. Формирование образа будущего какого? Мы должны понимать, что автоматизация производства ведет нас к безработице. Мегаполисы это каменные джунгли, и мы должны нарисовать обществу, простому человеку, как человек сможет жить, выживать в агрессивной достаточно... Да не выживать, а радоваться. Он все выживать не хочет, ну что, ну когда ты до счастья-то дойдешь, а? Да, сейчас он дойдет, дайте договорить, дайте, пожалуйста, договорить. Я предлагаю на этих словах Андрея Петровича поместить в газовую камеру, пустить газ, пустить газ и попросить, чтобы Андрей Петрович показал чувство радости. Тише, ну друзья мои, ну что ж такое-то, а ну не... Так, молодой человек, мы сейчас будем вынуждены вас вывести, пожалуйста, заканчивайте. Я опоздал, я пришел сюда с семинаров с холодным ядерным синтезом. Десять лет я доношу до общества и пользуюсь случаем, что работают камеры, единицы двигают цивилизацию вперед. В минуты трагедии мы можем объединиться и сделать выводы из этих трагических уроков, чтобы они не повторялись. Если мы этого не делаем, то мы примитивные существа. Мы примитивные существа, дальше. Ну все, спасибо. Значит, я вам отвечу, друзья мои, я вам отвечу, друзья мои, значит, в проекте «Великая Евразия-Б», то есть «Новая Орда», значит, предполагается в этой части новых технологий прорывных техноинтерн, который будет противостоять финансовым интернационалам. техноинтерн, с кем? С тем, кого можно туда взять. Это тефтоны и драконы. Почему? Потому что у тефтонов есть технологические регламенты, а у тех есть фабрика. И тогда мы, тогда мы, в этом самом, так сказать, «Новая Орда» от моря до моря, станем, понимаешь ли, великими, могучими, и будем жить радостно, долго и счастливо. И умрем в один день. Да, но для этого мы должны предъявить, что фундаментально… Кому предъявить? Кому? Ну, кому? Ну, о чем ты говоришь? Ты можешь стучать глоткой сколько хочешь. Ну, о чем ты? Ну, кому предъявить? У нас… Нет, ну, понятно, он просто рассказывает. Мы предъявим. Кому? Нет, ну и предъявляем. Ну, предъяви, ну. И что дальше-то? А самое главное, кто предъявит? Обдение души и духа. О чем вы сейчас, Ярослав, говорите? Я это слышу уже на протяжении нескольких дней. Это… Где души и дух? Для кого, Андрей Петрович? Отвечаю тебе. Вот ты скажи, я буду делать этот самый синтез. Можешь? Делай, как я. Сказать так можешь, а сделать сможешь? Молодец. Мы много профильных ежедневцев. А, ну, вот, ну, давай. Нет, со своей стороны я делаю. Ну, молодец, покажи. Значит, это… Это угрейд, что… Нет, вот представитель. Герцин забил фундам. Вот представитель по холодным ядерному синтезу. Спросите, я делаю для научного голоса. Ну, делаешь, молодец. Ну, а зачем все в ржачное превращать? Да, ну, подожди. Ну, зачем все высмеивать-то? Ну, подожди, не вы смеем, я же говорю, что… Вы же кому предъявить? Я говорю, вы для кого вещаете? Для лиц, принимающих решения. Фамилии кому? Дворкович, ты это расскажешь? Нет, вы для кого вещаете? Кому, кому? Вы для кого вещаете? Я? Да. Я в Небесном канцелярии. В Небесном канцелярии. Потому что здесь некому это все сказать. Правильно, Владимир Владимирович Вушеву вещает. Нет, это ошибся. Нет, это ошибся. Беслов, конечно, он всенародно и дронный, но он нас никогда не услышал. Друзья мои, мне нравится, что… Друзья мои, давайте поблагодарим Ярослава за ту большую, трудотворную работу, которую он в течение многих лет делает на одном энтузиазме в области правильных технологий. Мы поддерживали Ярослава? Поддерживаем! И будем поддерживать Ярослава. Ура! Давно пора. Давно пора. Друзья мои. Посмотри, вот уже потянулись к тебе люди. Как член научно-экспертного совета, возрачно-творчество в Совете Федерации, вручают и не только поддержим, а будем носить там… Вот, вот, послопим, друзья мои. Вот, вот, в отличие во время. Заработал, заработал, ура! Это на момент ловить кайросы, дорогие друзья. Когда мы видим эмблему глобальной волны, президент озвучил из четырех слов, три больше назвучил. Это мы про кайросы. Хорошо, что не три буквы, а три слова. Друзья мои, друзья мои, время наше истекло. Следующее занятие 12 апреля будет выступать лауреат государственной премии Сараев. по цифровой технологии. Автор книги «Наноскоп», которую вместе писал с товарищами «Войно» и Кабайков. Всем спасибо! Все, разойтись!